Это программа День с толком в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте. Вот некоторые темы этого выпуска. Омикрон бьет рекорды на дистант. Перешли почти все вузы региона. Первоклашек ждут дополнительные каникулы. Рискуют сгнить заживо. Семья из Барнаула превратила свою квартиру в рассадника. Жизнь соседей в ад. 10 миллионов на реконструкцию. Старейшая детская библиотека края кардинально преобразилась. Рекорд за рекордом. Суточный прирост заболевших коронавирусом в крае впервые превысил 2000. Все больше компаний переходит на удаленный режим работы. Перешли на дистанционное обучение студенты края. Соответствующие приказы уже вышли в АГУ, политехе и в педуниверситете. При этом в вузах, говорят, эта волна коронавируса кажется более мощной, чем прошлые. Из строя вышли многие преподаватели и студенты. Передаю слово Ирине Корчагиной. И снова пустые коридоры. Среди преподавателей студентов политеха уже заболело более 300 человек. Со вчерашнего дня и по 13 февраля в университете дистант. В связи с эпидобстановкой вузы сами имеют право отправить студентов учиться на дому. Опыт работы в онлайн формате здесь уже не в новинку. Первый локдаун накрыл университет в начале 2020 года. Можно, конечно, подумать, что это такой же дистант, как был в 2020 году, но немножко есть отличия. Тогда был действительно полный дистант, когда в вуз вообще никто не заходил. И мы полностью, скажем, перешли на локдаун. То есть сейчас вуз работает, работают все службы. Мы не исключили заход наших студентов в университет. Они имеют возможность заходить сюда. И отдельные консультации мы проводим. Но нет никаких массовых мероприятий, нет массовых лекций. Приказ о дистанте накануне вышел и в Алтайском государственном университете. Здесь также с 3 по 13 февраля все виды занятий, семинары, лекции будут проходить исключительно в дистанционном формате. Исключением не стал педагогический университет. И также пока до 13 февраля у всех дистант. Вход в университет не запрещен, но только если это действительно необходимо. На мой взгляд, это уже третья волна, когда мы студентов в таком общеуниверситетском формате выводим на дистант. По числу заболевших, эта третья волна самая, так скажем, тяжелая. Такого количества заболевших в прошлый этап у нас не было. В том числе из-за вспышки коронавируса 40 студентов педов в понедельник не смогли выехать в ежегодный снежный десант. Его перенесли на неопределенный срок. Но пока у студентов есть возможность помогать здесь, в городе. Волонтеры разводят лекарства ковидным пациентам, которые лечатся дома. Мы сформировали немедицинский отряд волонтеров, порядка 20 человек. И в настоящее время ребята в городе Барнауле осуществляют развозку лекарств и продовольство, питание. Ограничения коснулись и школ. Более 10 тысяч барнаульских первоклассников уйдут на дополнительные каникулы. В 21 школе города каникулы начнутся с 7 по 13 февраля. Еще в 63 школах с 14 по 20 февраля. В соцсетях многие родители, как всегда, встретили эту новость негативно. Кто-то предлагает отправить детей в школу, получать знания и естественный иммунитет. А пока остается гадать, выйдут ли студенты и школьники на учебу в положенные сроки. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком. Сегодня стало известно, что глава Барнаула Вячеслав Франк заболел коронавирусом. Градоначальник перешел на удаленный режим работы. Лечится он дома. Своё состояние глава города оценивает как удовлетворительное. Франк находится на связи со всеми заместителями главы администрации краевой столицы и председателями профильных комитетов. На время болезни обязанности главы города временно исполняет первый заместитель Анатолий Воронков. Пятилетнего ребенка, которого отчим за плохое поведение выгнал голым на мороз в Шилоболихинском районе, поместят в Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Об этом сегодня сообщила уполномоченная правом ребенка Ольга Казанцева на встрече с губернатором Виктором Томенко. Напомним, в январе в селе Селезнево Шилоболихинского района мать и ее сожитель выгнали пятилетнего мальчика голым на мороз. Позже следствие установило факты истязания других детей в этой семье. После происшествия уполномоченный по правам ребенка в крае Ольга Казанцева выезжала на место и встречалась с малышами. Ребята после отобрания были помещены в Шилоболихинскую центральную районную больницу. Состояние детей, со слов врачей, удовлетворительное. Сегодня дети по заявлению отца во второй половине дня будут помещены в один из центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Казанцева также добавила, что в 26 районах края недостаточно специалистов по опеке и попечительству, а также высказала пожелания по количеству ставок. Ведь их должно быть как минимум две в каждом районе. Это, по ее мнению, поможет обеспечить детям более стабильную защиту. Ну а теперь слабонервных просим отойти от экранов. Бомжи живут лучше. Так жители дома на энтузиастов 40 говорят про своих соседей. Люди просят обратить внимание на семью, которая не в силах себя обслуживать. Муж и жена. Оба пенсионеры. Месяцами не выносят мусор, питаются только тем, что приносят неравнодушные. В итоге они превратили квартиру в рассадник инфекции, а жизнь соседей в прямом смысле в ад. По-другому это не назовешь. В гостях у семьи побывала Ирина Корчагина. Эта квартира уже давно принадлежит не людям. В ней хозяйничает рой мух. По словам соседей, семья никогда не отличалась чистотой. Но сейчас жители подъезда уже молят о помощи. Зловоние и насекомые проникают в их квартиры. Невозможно открыть окна. Еще 20 лет назад супруги-басисты начали затапливать соседей снизу. Местные говорят, а что с них взять. У людей инвалидность. Обслуживать себя сами они просто не в состоянии. Недавно вообще произошла совершенно ужасная история. Мужчина Виктор, который проживает в этой квартире, мы его показывали. Он зашел в туалет, упал между унитазом и стеной и так провалялся пять дней. Пока соседка не пришла в эту квартиру узнать, что нужно купить. Ведь и только она зашла и увидела, что мужчина, оказывается, уже на протяжении пяти дней находится между бочком и стеной. Валя открыла двери. А я спрашиваю, а где хозяин-то, Виктор? Да вон, говорит, лежит в туалете. А что он там лежит-то? А упал. А что ты его не поднимешь? А лежит, отдыхает. И он пять дней лежал там, не ел. Ничего. У вас муж лежал несколько дней в туалете. Вы почему не обращались за помощью? Ну, несколько дней. Валентина, вам нравится так жить? Мне нравится. Вы сидите у вас на ноге мухи? Мне они ничего не кусают. Торока нас нет не бывает. Нету? Нет, совсем. У них мухи, наверное, съедают. Гают этим тихо вкусом. И сами же дышат тут им. Это всегда так, когда человек неугодный, ему всегда что-то там придирки начинаются. Закон природы такой. Вы считаете, что придираются соседи? Да. Соседи вспоминают. Много лет назад мужчина работал водителем, обеспечивал семью и что-то делал по дому. Но год назад он начал сдавать. Как раз после того, как у супругов органы опеки забрали 40-летнего сына на принудительное лечение. О его судьбе вообще мало что известно. За 40 лет вы сколько раз его видели вообще? Я его видела с окна, как он на балкон выходил. Это за 40 лет? Да. Он только, у него вся улица, это был балкон. Наталья Андропова иногда покупает продукты Виктору и Валентине. Но женщина считает, что им нужна все-таки специализированная медицинская и социальная помощь. Однажды сюда приходили волонтеры. Но спустя 20 минут они выбежали из зловонной квартиры. Встречаемся со старшей по подъезду. Она говорит, что вообще стало еще хуже. Невозможно. Я говорю, да как где? Как, соцзащита же вроде была. Я считал, что там как-то приняли какие-то меры. Она говорит, нет. Они говорят, тут были один раз и ушли. Он курит дома. И теперь уже у нас угроза, чтобы он не устроил пожар тут. И потом у него еще бывают какие-то приступы. Вот он упадет, он ничего не помнит. А она это как будто не видит. Жители подъезда написали коллективное письмо в Роспотребнадзор. Но они все же надеются, что на семью обратит внимание соцзащита. Мы отправили запрос в ведомство и обязательно будем следить за этой историей. Ведь люди скатились до такого существования не от хорошей жизни. Разве заслуживают они того, чтобы сгнить заживо? Ирина Корчегина, Александр Антропов, День с толком. Продолжим. Беговой клуб открыл в столице России уроженец Бурнаула Сергей Черепанов. Когда-то бег был его хобби, а теперь стал увлечением всей жизни. Кстати, увлекающихся бегом много и в краевой столице. Теперь Сергей программирует не компьютеры, а людей на бег. Учился в политехе на программиста, потом уехал в Москву. Запускал разные проекты, даже занимался каршерингом. Пока не попробовал бегать. Втянулся так, что решил открыть свой беговой клуб. У нас любительский беговой клуб. Это значит, люди любят то, чем они занимаются. Это их хобби. И мы с командой помогаем им реализовать свои цели и задачи в сфере любительского бега. Это секция легкой атлетики для взрослых. И довольно крупная уже в России организация. И мы делаем, я так думаю, людей чуточку счастливее через бег. Амстердам, Таиланд, Нью-Йорк. Сам Сергей бегает не только по России. Говорит, в западных странах для любителей больше условий. За 10 лет бега на его счету 9 марафонов на разных континентах. Особенно гордится участием в Нью-Йоркском. Считается топ-6 марафонов в мире. Это категория мейджор-марафоны. У них есть события, которые собирают до 60 тысяч участников. Где на всю дистанцию на протяжении 42 километров выходят около 3 миллионов человек. И поддерживают по улицам Нью-Йорка. Там 5 районов зацепляется. И финиш происходит в Манхэтте. Алексей о таких марафонах пока только мечтает. За три года успел поучаствовать в трех региональных полумарафонах. Хотел бы принять участие в более масштабных. Вот только в Барнауле, говорит, с этим сложно. Мне кажется, вот этого не достает городу. Потому что, ну вы представляете, вот когда перекрываются улицы, да, выходят спортсмены, ну, в хорошей физической форме, в красивой спортивной одежде. И бегут в течение часа, двух. Вот полумарафон длится примерно два часа. И весь город на них смотрит. Идут дети, там родители с детьми. То есть это вот живой пример пробегает мимо них. И мне кажется, это могло бы и мотивировать, во-первых, людей. А во-вторых, это просто очень красиво. Несмотря на то, что пока в Барнауле любительский бег развивается медленно, Алексей не унывает. Продолжает бежать к своим целям. Одно из которых он уже достиг. Похудел на 25 килограммов. Оба спортсмена уверены, бег меняет все сферы жизни. И советуют начинать хотя бы с малого. По два километра в день. Я стал более выносливым и физически, и психологически выносливым. И знаете, есть такая штука. Моя профессия связана с общением с людьми. Очень много стресса в течение дня проходит. А когда я пробегаю дистанцию, в конце рабочего дня все эти стрессы как будто улетучиваются. У меня все обновляется. Я готов снова жить, творить. Через бег можно поставить определенную цель и найти путь к ее достижению. Соответственно, есть определенные маленькие шаги, которые я делаю для того, чтобы прийти к финальной цели. Также можно рассматривать отношения, также можно рассматривать, говорить про бизнес или про работу. София Яценко, Вадим Быстревский, День с толком. И еще немного к новостям из мира спорта. На территории края продолжают появляться и новые спортивные объекты. Из последних – ледовая арена в Рубцовске, Малый Манеж. В Барнауле сейчас строят зал единоборств и два здания для игровых видов спорта. Тему продолжит Дмитрий Дроздов. Любители ледовых видов спорта уже на протяжении 11 лет ждут, когда на Сибирском 52 достроят арену. Это один из самых известных долгостроев в регионе. На данный момент провели экспертизу, которая позволила понять, сколько средств требуется для строительства. А это порядка миллиарда рублей. Скоро будет объявлена конкурсная процедура для определения подрядчика. Но, несмотря на наличие долгостроев, новые спортивные объекты в регионе скоро появятся. На улице Взлетная, к примеру, к лету возведут центр единоборств. Общая стоимость работы оценивается в 100 миллионов рублей. По подобной схеме строится и здание для игровых видов спорта на Сиреневой. Правда, сумма строительства на 50 миллионов больше. Так называемая связь – бизнес плюс спорт – с каждым днем набирает обороты. Сейчас, по словам Перфильева, это одна команда, цель которой – развитие спорта в регионе. Бизнес, соответственно, предоставляет бесплатное время и берет на себя содержание объекта. Это и коммунальные расходы, это и фонд оплаты труда. Поэтому теперь чаще всего владельцами новых спортивных объектов становятся бизнесмены. К примеру, Александр Локтев будет руководить залом единоборств. Сейчас прорабатывается вопрос о наполнении штата. У нас уже есть клуб, у нас есть тренеры, у нас есть подрастающее тренерское поколение. Поэтому мы лучших ребят оттуда приведем сюда, и они здесь будут налаживать работу. Если зал единоборств планируют открыть летом, то физкультурный комплекс на Юрино максимум в октябре. Здесь будут базироваться игровые виды спорта – футбол, волейбол и баскетбол. Совсем скоро будет решаться вопрос – какие спортшколы могут здесь тренироваться. А пока стройка идет полным ходом, рабочие приступили к монтажу сэндвич-панелей. Планируют полностью закрыть здание через два месяца. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком. Гарри Поттер на стенах и зал для самых маленьких. После ремонта торжественно открыли старейшую детскую библиотеку имени Крупской. Почти шесть месяцев юные читатели брали книги только на дом, а сегодня зал открыли вновь. Все подробности в материале Анастасии Наборщиковой. Старейшая в Сибири детская библиотека открылась сто лет назад. В 22-м году прошлого века дверь распахнул тесный деревянный дом. Сегодня тысячи книг лежат на полках просторного медиазала и книгохранилища. Древний предревний. Модернизация библиотеки имени Крупской обошлась краю почти в 11 миллионов рублей. Ремонта здесь не было три десятилетия. Пришлось разработать дизайн-проект, обновить частично стены и заменить мебель. Из нового светодиодный экран медиазали и лофт-зона для подростков. Еще даже когда не был завершен ремонт, уже дети заходили. Даже наши строители все время удивлялись. Мы даже не думали, что в библиотеку ходит столько много народу. Можно сказать, буквально лезли в окна. И когда библиотека открылась, конечно же, у всех одна реакция. Вау! Наконец-то вы открылись. То есть буквально сейчас вот заходила женщина, вы открылись, тогда мы сегодня придем с внучкой. Ходишь, читаешь книги, которых нельзя брать нигде. То есть они есть только здесь. Вот сейчас книга «Мостквест» Андрей Живолевский. Очень интересно. Сейчас читаю. Прочитали все мои знакомые. Книги на фонд библиотеки тоже обновили. Теперь малыши могут читать 4D-книги. Для этого нужно скачать приложение, навести камеру на книгу. Динозавры буквально оживают. В магазине цена такой книги переваливает за тысячу. А в библиотеке вам выдадут ее бесплатно. Тем более выбор есть. За счет федерального бюджета купили 2000 новых книг. Анастасия Наборщикова, Вадим Быстревский. День с толком. Два творческих коллектива Алтайского края впервые попали в межрегиональную программу «Большие гастроли». Теперь выступления «Алтай» и «Огоньков» увидят на Дальнем Востоке и в городах Золотого кольца России. Как долго к этому шел ансамбль «Алтай» и какую программу артисты готовят, расскажем далее. Два, три, четыре. Еще раз. Раз, два, три, четыре. Привычная репетиция, но с большим усердием. Так артисты балета готовятся к новому гастрольному маршруту. Последние три года они пытались попасть в программу «Большие гастроли», но не удавалось. В этом году Росконцерт все же обратил внимание на молодой коллектив. Это усилие всех десяти лет. Потому что, когда рождается коллектив, и он представляет культуру своего региона, у коллектива существуют этапы взросления, составления своей программы. Материально-техническая база обязательно должна быть крепкая. Слава Богу, в этом отношении нам правительство очень сильно помогает. И коллектив, встав на такие молодые ноги, сразу попал в крепкие руки и поддержки Министерства, правительства и поддержки в творческой среде. Танцоры до сих пор под впечатлением. Говорят, для любого артиста гастроли за пределами региона – это большие возможности и ответственность. Люди тебя там не знают. Они придут смотреть на новый коллектив, на новые номера, которые, возможно, для них непривычны. И ты через свое искусство, через свою пластику должен донести до них смысл того, что ты сейчас показываешь, чтобы зритель ушел наполненный. Это очень ответственно. Это значит, что ты должен быть в классе дольше, чем обычно. Совмещается большая ответственность, как представление Алтайского края, где-то уже там, далеко. И огромное наслаждение, потому что сейчас мы несем свою культуру, свое творчество, которое делаем здесь, в нашем крае. Несем его людям куда-то дальше. И там это как бы обмен опытом. Мы привозим им свое искусство, свой опыт, свое творчество и тем самым объединяем страну, получается. Вокалисты ансамбля своей радости тоже не скрывают. Говорят, за время пандемии сильно соскучились по дальним поездкам. Осваивать какие-то новые глобальные округи, и, конечно, это было очень для нас это волнительно. Сейчас, в принципе, любая поездка и любое выступление очень хорошо, потому что в связи с этими заболеваниями, коронавирусом сложно. С выступлениями стало их мало, и поездок вообще очень мало. А попасть вот в такую большую программу с господдержкой – это очень многое значит и очень интересно. Первый город в маршруте больших гастролей – Биробиджан. Туда артисты Алтая отправятся уже в конце марта. Вы знаете, интересно, в Биробиджане даже есть памятник Шалому Алейхому. Это автор этого произведения, по которому поставлен наш спектакль. И очень интересно будет посмотреть. И вообще, я думаю, что этого спектакля в Биробиджане не было и не ставил никто никогда. Это будет такой эксклюзивный балет. Коллеги по творчеству и сцене ансамбля «Гоньки» тоже готовят концертную программу. И уже скоро они отправятся покорять «Золотое кольцо России», чтобы поделиться культурой и искусством Алтайского края с пока еще незнакомым зрителем. София Яценко, Вадим Быстревский, День с толком. На этом у меня все. Очередной выпуск нашей программы. Завтра в это же время на телеканале «Толк». Будьте с нами, обязательно звоните. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Ну а далее о погоде и спонсор прогноза компании «Валар». До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok